Всем привет! Меня зовут Анастасия Филимонова, я декоратор интерьера. Сегодня мы поговорим об обустройстве малогабаритных квартир. Прямо сейчас подпишитесь на наш канал. Здесь много полезного для стильного и уютного дома. Главная задача дизайна маленькой квартиры – совместить функциональность и стильное оформление. Как бы вам не нравилась ваша небольшая уютная квартира, наверняка приходила в голову мысль, ах, если бы она была побольше, у меня нет волшебной палочки по увеличению квартиры. Но есть пару советов, которые помогут обустроить квартиру максимально комфортно. Первое – планировка квартиры. Вне зависимости от квадратных метров вопрос зонирования вашего пространства решает грамотная планировка. Это самый первый пункт. Поэтому в первую очередь в работе над проектом я черчу план и создаю будущую планировку, учитывая вкусы и пожелания заказчика, размечая все необходимые для него зоны. Второе – выбираем многофункциональную низкую встроенную мебель. Мебель с двойным назначением, необходимость и удобство для небольших квартир. Например, диван или пуфы с хранением. Выбирайте мебель простых и прямых форм, без лишнего декора. Заниженные кресла, комоды, журнальные столики на ножках зрительно увеличат пространство, а стены покажутся выше. Не забывайте про дополнительные места для хранения внутри мебели. Кровать с внутренним ящиком для хранения, стулья, которые легко задвигаются, и раздвижной стол. Третье – потайные двери. Двери скрытого монтажа в цвет стен – это способ расширить пространство. Обычные двери визуально разбивают плоскость стены. Таким образом зрительно снижают потолок. Потайная дверь полностью сливается со стеной. За счет этого комната становится просторнее. Четвертое – компактное хранение вещей. Есть много вещей, которые не нужны нам круглый год, но необходимы сезона. Поэтому они требуют компактного хранения. Для этого лучше использовать вакуумные пакеты. Пятое – близкие цвета. Не рекомендую использовать контрастные цвета в небольшом пространстве. Лучше выбрать близкие цвета по насыщенности и светлоте, а к ним добавить разнообразные текстуры. Шестое – избавляйтесь от ненужных вещей. Задайте себе вопросы – нужно ли мне это? Пользуюсь ли я этой вещью? Если ответ нет, то смело сдавайте вещи на переработку или раздайте их друзьям. Седьмое – декор окна. Портьеры сложной конструкции с большим количеством декоративных элементов утяжеляют пространство и визуально занижают потолок. Для небольшого помещения лучше выбирать из двух фасонов – римские шторы или ровное полотно во всю высоту стены, собранное в крупную складку без подхвата. Уместно установить скрытый карниз, который не будет визуально отвлекать внимание от окна. Восьмое – используйте больше стеклянных фактур. Столешницы из стекла, стеклянные вазы, перегородки, большие окна добавят света, легкости и воздушности. Девятое – не забудьте про зеркала. Зеркала магическим образом увеличивают любое помещение. Например, в коридоре зеркало во весь рост можно повесить на входную дверь. В ванную выбирайте зеркало в зависимости от размера раковины. Кстати, классный лайфхак – чем выше будет зеркало в ванной, тем больше она будет казаться. Десятое – обустройство спальни. Если высота потолков больше 3 метров 30 сантиметров, то можно сделать антресоль для кровати. Если высота потолков не позволяет сделать полноценный второй ярус, то можно сделать подиум в 3-4 ступени, а низ использовать для хранения. Еще одно решение – кровать в нише. Это максимальная экономия пространства. В этом случае кровать выполняется точно по размерам ниши. Минус этого варианта – нельзя разместить тумбочки, и здесь нарушена вентиляция воздуха. Отделить спальню от другой зоны можно с помощью занавески. Лучше выбрать плотную тяжелую ткань, которая заменит отсутствующую стену. Планировать такую перегородку необходимо заранее, так как если у вас будет натяжной потолок, то нужно смонтировать закладную под карниз. Одиннадцатое – компактная кухня. Прежде чем заказывать кухню, досконально продумайте хранение. Для этого вам в помощь крючки, штанги, баночки для специй, специальные разграничители. Выбирайте функциональную мебель для кухни, раскладной стол, складные стулья. Если у вас много посуды, то лучше выбирать кухонные шкафы до потолка. Если хранить нужно не так много, то можно использовать открытые полки, чтобы пространство смотрелось легче. Но учитывайте, что необходимо часто убирать такую кухню. Двенадцатое – освещение. Используйте несколько источников освещения. Торшер для чтения, бра на стене, настольная лампа. Главное, чтобы светильники соответствовали вашему стилю жизни. Проиграйте свой стандартный день в квартире. Нужны ли приборы для чтения или достаточно освещения для успокаивающего вечера. Тринадцатое – перегрузка декором. Если вы любите свечи, статуэтки, тарелочки с путешествий, то сконцентрируйте все эти мелочи в одном месте, а то есть шанс превратить ваше пространство в лошинный рынок. Вариантов обустройства маленького пространства множество. И не стоит расстраиваться, если вы себе можете позволить пока что только такой метраж. Ваша фантазия, наши лайфхаки – и все получится. Напишите, сколько квадратных метров в вашей квартире и о каком интерьере вы мечтаете. Надеюсь, мои советы вам помогли. До новых встреч! Пока!